День добрый, дорогие друзья, в эфире программы «Семейные докторы». Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев. Я благодарю вас за внимание к программе и очень благодарен вам, потому что вот такая ваша активность в поддержку программы, она нам действительно по-настоящему помогает. У нас сегодня с вами распорядок такой, я не буду отвечать на вопросы сегодня по прямому эфиру, в силу того, что я уже в прошлой передаче сказал, что с сегодняшнего дня мы начинаем с вами формировать программу. Поэтому, пожалуйста, пока я сейчас две минутки буду отвечать на один из вопросов, который пришел по электронной почте, вы, пожалуйста, приготовьте для себя бумагу, карандаш, ручку с тем, чтобы записать то, о чем мы с вами будем говорить. Буквально по порядкам, потому что я буду говорить очень подробно, просто не зная, будет ли такая возможность у нас с вами в будущем. Поэтому, пожалуйста, приготовьте все, что нужно для записи, а я пока отвечу для Любови Каримовны из Московской области. У меня на левом лучезапястном суставе руки с внешней стороны в течение 10 месяцев наблюдается увеличение гигромы. Врач-хирург после осмотра сказал, что операцию нужно делать, если она будет сильно беспокоить меня. Гигром увеличивается и иногда беспокоит болезненными ощущениями. Да и эстетический момент мне очень радует. Операцию делать не хочется. Подскажите, пожалуйста, как мне стоит поступить в этой ситуации и стоит ли делать операцию или ее можно как-нибудь избежать? Спасибо, с уважением, Любовь Каримовна, Московская область. Любовь Каримовна, тут действительно самая главная проблема в эстетике, о чем вы написали. Это первый момент. То есть, если она вас в большей степени беспокоит с этой стороны, может быть, и не имеет смысла ее трогать и оперировать. С другой стороны, вещь не очень приятная гигрома. И беспокоить она может, и могут появиться боли. Поэтому, может быть, и имеет смысл подумать об операции. Подумать об операции. Что бы я вам посоветовал на этот счет? Потому что операция, я так полагаю, при необходимости не уйдет. То есть, вы, так сказать, сами сможете вправе решить, что вам делать с гигромой. Но можно поступить иначе и попробовать все-таки с гигромой разобраться. Каким образом? Тут чрезвычайно важно восстановить лимфоток. Чрезвычайно важно. Особенно это касается подкожной клетчатки, сосудистой, лимфотока подкожного и так далее. Каким образом это можно сделать? Значит, программа по очищению должна быть обязательно. То есть, это начало, это вода, это экстренное очищение организма. То, о чем мы сегодня будем говорить как следует. Как ни странно, я бы очень советовал вам провести полную программу по очищению организма. Включая относительный голод и все этапы, о которых мы будем с вами говорить. Но для вас, мне кажется, было бы, имело бы смысл проделать вот какую процедуру. Она для вас была бы очень и очень неплоха. Помнится, я в одной из передач в прошлых наших выпусках рассказывал об одной процедуре, связанной со скипидарными эмульсиями. С применением скипидарных эмульсий. И эта процедура, она очень хороша. Она, во-первых, как бы восстанавливает у человека хорошее настроение. Возвращает ему тонус очень такой хороший. Успокаивает его, снимает лишнюю раздражительность. То есть, это много чего есть. Процедура эта заключается в следующем. Вы берете по 20 грамм, всего лишь по 20 грамм, желтые эмульсии и белые эмульсии в отдельные стаканчики. Вот такой. И берете 20 грамм кипятка, в буквальном смысле, отдельно. Значит, тогда, когда вы эти 20 грамм в отдельную посудинку нальете, она на какое-то количество градусов, соответственно, температура снизится. И не будет таким, обладать таким разрушающим действием. И вот эту горячую воду, 20 грамм, вы выливаете вот в эту самую смесь желтой и белой эмульсии по 20 грамм. Всего получается 60 грамм. Как следует взбиваете, буквально размешиваете вот такой комплекс, который у нас с вами создается таким образом. А далее поступаете так. Идете под душ. Это можно делать и в бане, кстати сказать. То есть, там, где возможно провести эту процедуру. Встаете под душ. Прогреваете себя в течение 7-8 минут, не больше. Причем, эта температура воды где-то около 40 градусов. Прогреваете себя как следует. После этого на влажное тело, его можно чуть-чуть промахнуть, а можно даже и не промакивать. Причем, здесь не нужно там вот на голову не носить или куда-то не наносить. На все тело, от головы до ног, до ступней. Да, вы вот эти вот 60 грамм эмульсии аккуратно распределяете по всему телу, наносите на все тело. На 7 минут. И нужно вот в этом теплом помещении, не под душем, а в теплом помещении, походить, подвигаться немножко, где-то тоже около 7 минут. Не более того. После этого встать под душ и аккуратно все смыть. Смывается легко эта смесь. Ничего на коже, на теле не остается. Но зато происходит такая тонизация подкожного лимфотока и периферической сосудистой. И у человека тело начинает дышать сразу. Иначе себя человек чувствует. У него наступает такой момент хорошей релаксации. Но самое главное, что мы таким образом как бы стимулируем восстановление нормального лимфотока. На фоне очистительной программы мы гегрому эту вполне возможно сможем убрать. Вот каким образом надо поступить. Ну, а мы приступаем с вами к очистительной программе. Итак, первый шаг. Первый шаг известен всем. Все вы знаете все. Но мне кажется, что до сих пор существует некая непонятка. Вот что за вода, какую воду надо пить, как ее надо пить. И самое главное, что существует две совершенно сумасшедших ошибки, которые вы допускаете. Хотя я не один раз об этом уже предупреждал вас. О том, что нельзя поступать таким образом. То есть человеку, вот он понял, вдруг дошло, так сказать, до сознания, что один из важнейших факторов обеспечения нашего здоровья, и нашей силы, и нашего тонуса, и нашей с вами способности жить в этом мире, да, это вода. И поэтому, как только вот до сознания это доходит, то человек берет и начинает сразу пить литрами. Вот надо два с половиной литра воды в день, три литра воды в день. Значит, два с половиной литра я и начинаю сразу пить. Но ведь организм-то не готов. Сосудистая не готова. Лимфососудистая система наша не готова. Почки не готовы. Печень не готова. Понимаете, что происходит? И вдруг такая лавина воды обрушивается на организм, с которой надо как-то справляться. Почки не успевают доработать, да, кишечник не успевает доработать, пот начинает вдруг просто вот литься буквально из вас. Все это так. Это все признаки хорошей, так сказать, активной работы организма. Но зачем же так усложнять дело? Понимаете? Не говоря о том, что здесь, особенно у людей, страдающих какими-либо сердечно-сосудистыми недугами, начиная от гипертонии, стенокардии, аритмии, то есть, в принципе, это все формы или стадии развития ишемической болезни сердца. Ничего более. Понимаете? Немедленно возникают проблемы. И отеки, и мешки. Особенно у людей, которые страдают, скажем, ревматоидными всевозможными проявлениями, включая ревматоидный полиартрит. Люди, у которых в суставных сумках нарушен кровоток и лимфоток. Почему возникает дефицит полосиновиальной жидкости зачастую? Почему, так сказать, страдают хрящи? Потому что, ну, как бы строительный материал не доходит до места. У них начинаются отеки в больных суставах. Вот это мы все, так сказать, все имею. Эту картину я достаточно ясно. исходя из ваших звонков и ваших вопросов. Поэтому давайте так. Вот точно, совершенно, как вы начинаете пить воду и что это должна быть за вода? Воду мы с вами определили, что эта вода должна быть структурированной. Первое, что совершенно замечательно возвращает структуру воду, воде структуру, это трековая мембрана Академика Флёрова. Она придумана не вчера и не сегодня, даже не 10 лет назад, а уже десятилетия назад. И широко применяется в тончайших, так сказать, процессах, связанных с очищением газа, в жидкости и так далее. На сегодня это мембрана, которая, кстати сказать, принята на международные организации Красного Креста для помощи людям, где возникают экологические бедствия, особенно связанные с водой. И фильтры, так сказать, делаются на основе именно трековой мембраны для Международной организации Красного Креста. Поэтому трековая мембрана. Её, как бы, удивительность заключается в том, что практически все грязные примеси, тяжёлые, она из воды удаляет. Я знаю, например, был такой эксперимент, это было где-то около 7 лет назад, я встречал с участниками этой экспедиции, который был такой исследовательский маршрут от Северной Африки до Центральной Африки. Проходила огромная, так сказать, достаточно большая экспедиция российская. И они брали с собой, так сказать, фильтры с трековой мембраной. И они пили воду прямо из Нила, где вода из себя представляет просто взвесь глинистых частиц и массы всяческих других очень неприятных вещей. В силу того, что Африка знаменита своими, так сказать, бактериальными опасностями, то понятно, что, так сказать, там могли быть возникать и всякие другие проблемы, достаточно тяжёлые. Единственное, что не делает эта вода, поэтому тут надо быть очень аккуратным. Эта вода не может убрать вирус, он мельче отверстий в этой мембране, из которой делаются эти фильтры. Но, с другой стороны, вы понимаете, если вы готовите эту воду для питья, скажем, её можно довести до 100 градусов, до кипения. И, так сказать, там 2-3 минутки покипятить обязательно. После этого пейте эту воду. А как же есть вернуть структуру? Потому что температура разрушает структуру воды. Очень просто. Как только она остыла, естественным путём возьмите кусочек льда, который у вас просто есть в заморозке. Вот вы тот самый лёд, который замораживается для напитков, для соков, с тем, чтобы они были прохладными. Вот вы берёте этот кубичек льда и опускаете в стакан с водой. Всё, этого достаточно кипячёной воды. И эта вода приобретает, как бы вот под воздействием льда, таящего в этом стакане с водой, она возвращает, приобретает ту структуру, которая нужна. Вот смысл. Это первый вариант. Второй вариант. Каким образом можно вернуть структуру воды? Это приготовление талой воды. Давайте мы с вами договоримся о том, как эта талая вода готовится. Для того, чтобы вы это поняли, значит, как это сделать, запомните, что наша обычная природная вода самая чистая, чище не бывает, кристально чистая. Она обладает природной структурой, там всё в порядке. Но дело всё в том, что в составе обычной природной естественной воды находится ещё несколько видов воды, прошу про них, несколько форм воды. Обычная вода наша, H2O, но есть вода H2O2, тяжёлая вода, тритий, понимаете? Поэтому тут очень важно нам с вами даже эту воду, учесть этот факт, учесть этот факт при приготовлении талой воды. Тяжёлая вода, дейтерии тритий, она отличается от обычной воды тем, что температура замерзания её, выше, где-то на 2-3 градуса, по-моему, обычной воды. То есть, если обычная вода замерзает при ноле градусах, то вот тяжёлая вода и обе её фракции, и дейтерии, и третий, они замерзают при температуре плюс 2, плюс 3. Поэтому как это делается? Вы налили, лучше, чтобы эта посудинка была невысокая, чтобы там этот кристалл формировался хорошо, налили воду чистую, природную, или, скажем, даже взятую из вашего там колодца, поставили в заморозку или вынесли на мороз, сейчас зима в России, или вынесли на мороз. И обязательно через час, где-то через час-полтора проверьте эту воду. Там уже начнёт образовываться, вот на стеночках будет образовываться ледяная корка в пристеночном пространстве, и иногда, так сказать, появляются такие плавающие кристаллики льда. Вот этот лёд надо убрать. То есть, надо слить эту воду, да, через, скажем, друшлаг или что-то, с тем, чтобы вот этот лёд удалить. Вот это и будет, вот эти фракции дейтерии и третия, которые надо обязательно убрать. Дальше вы ставите, она у вас спокойно замерзает, вода. Она замерзает, постарайтесь замораживать её не до конца. Лучше, если тогда, когда замораживается вода в кастрюльке, лучше, если в центре ещё будет какое-то количество жидкой воды, незамёрзшей воды, какое-то количество. Помните, пожалуйста, что примеси в воде составляют где-то порядка, ну, я имею в виду по объёму, по весу. Где-то порядка 5%. Так вот, фракции дейтерии и третия, тяжёлой воды, они составляют где-то около полупроцента по содержанию, даже меньше. Поэтому вот тот лёд, который вы выкинете, будет достаточный для облегчения природной воды. Значит, соответственно, у нас с вами в центре вот этой жидкой воды, не замёрзшей воды, должно оставаться где-то порядка, ну, там, 20-30 до 50 грамм. Вот эту воду надо вылить, тёпленькой водой эту луночку ополоснуть и тоже слить. А дальше этот кристалл льда вы вместе с этой посудой, в которой замерзала эта вода, ставите не на солнце, не надо на солнце ставить, в какое-то место, оно потихонечку начинает обтаивать, и по мере обтаивания этого вот куска льда вы эту воду и пьёте. Понимаете, вот тут возникает один очень хороший механизм. Какой? Ведь не надо ждать, когда воды накопится стакан. Накопилось там 50-20 грамм, замечательно, вы отлили эту воду и выпили вот это вот количество, малое количество. Понимаете? Дальше накопилось ещё, ещё выпили, накопилось ещё, ещё выпили. Вы можете эту воду накануне приготовить, вечером взять, аккуратно слить бутылочку и спокойно взять её с собой на работу. Сутки у вас вода будет держать эту структуру. Но помните, что воду с чистой структурой нельзя держать около телевизора, около приёмника, около микроволновой печки, около каких-либо электро-бытовых приборов. Да, в силу того, что помнить надо, мы должны с вами, что эта вода обладает памятью. И нам эту структуру, вот такое воздействие, особенно электромагнитное, может эту структуру очень сильно изменить. Вот этого нам с вами не нужно. Поэтому её где-нибудь на окошках, где живут хорошие растения, да, вот где растут хорошо цветы ваши комнатные, вот туда надо ставить эту воду. И тогда будет всё как надо. И у вас тогда получится естественный капельный режим приёма воды. Вот что очень важно. Второй момент, на который я обращаю ваше внимание. Как, что касается вот структурированной воды. Ещё в 50-е годы прошлого века было проведено несколько экспериментов по изучению воздействия воды на реологию крови. То есть на её подвижность, на её текучесть, на вот то состояние, живое состояние нашей крови, без которой ни о каком здоровье говорить не приходится. Как это делалось? Очень спокойно. Бралась капелька крови, так сказать, у человека, на предметное стекло и под микроскоп. Так называемый темнопольный микроскоп. И смотрелся, и сразу было видно, в каком состоянии находится кровь. Есть там монетные столбики, вот склеенные эритроциты, которые и являются, в общем-то, так сказать, базовым для развития атеросклероза и проблем, связанных с нарушением сосудей, сердечно-сосудистой системы как таковой. Понимаете? Или нет этих столбиков. И было тогда впервые определённо замечено, и потом много раз эти эксперименты повторялись, они каждый раз приносили один и тот же результат. Брали капельку крови, смотрели, потом давали человеку выпить буквально там 100 грамм, 50-100 грамм той воды структурированной, о которой я веду речь. А через 20 минут, 20-25 минут, снова брали каплю крови и снова смотрели на микроскопе. И видели совершенно другую картину. Эти вот монетные столбики эритроцитные, да, базовые для развития атеросклероза, они разрушались под действием структурированной воды. Но что никакого другого действия в этот момент не совершалось. Понимаете? Поэтому если мы с вами в течение дня, да, капельно, так вот глоточками, почему я всё время об этом говорю, да, потом я как бы уже в процессе, мне кажется, что я уже ведь об этом говорил, поэтому чего же это повторять? Оказывается, повторять надо всё время. Ну вот, и когда человек таким образом начинает пить воду, он приводит в порядок реологию крови, состояние крови. Он уходит от тромбообразования. Понимаете? Ни много ни мало. Это всего лишь делает вода. Понятно, как надо пить воду. Теперь последний момент. И я, так сказать, вот эту первую неделю, которую, я надеюсь, вы начнёте хотя бы с завтрашнего дня, хотелось бы мне очень, потому что я буду говорить понедельно, потому что в следующей передаче я подробно расскажу этапы, связанные с экстренным очищением организма, и скажу сегодня, что для этого надо приготовить. Да? Вы начнёте. Первый день. Вы выпиваете всего лишь дополнительно два стаканчика этой воды. Вот так вот медленно, по мере возможностей. И каждые два дня вы прибавляете по стакану. Два дня по два стакана, два дня по три стакана, два дня по четыре стакана, два дня по пять стаканов. А это уже практически полтора литра дополнительной воды. Вы уже совершили для вашего организма огромную совершенно пользу, потому что вы избежали отёков, потому что ваш организм с благодарностью воспринимает не насильственное такое вливание воды, а как бы как естественный процесс. Поэтому и мочеотделение, и желудочно-кишечный тракт, и наше сосудистое, и наша кровь, они с благодарностью примут вот эту самую воду, и никаких отёков ничего не будет. Теперь, пожалуйста, понятно, да? И вы таким образом набираете достаточное количество воды и размачиваете ваш собственный организм с тем, чтобы нам с вами провести то, что называется экстренным очищением организма. Что нужно для экстренного очищения организма? По мере необходимости обо всех этих тонкостях я расскажу в следующей передаче. Значит, вы должны будете сделать что? Приобрести в аптеке соль магнезии, сульфат магния. Нам нужно с вами две порции по 20 грамм на этот день. Надо иметь кефир для этого. И нужно, так сказать, приобрести или найти соки. Настоящие живые соки, прошу прощения, российские постараюсь. Вот я, так сказать, в этом смысле для себя, по крайней мере, я беру соки из стеклянных банок, вот, краснодарского производства, родные, так сказать, хорошие, очень соки. Какие соки нам с вами нужны? Нам нужен с вами апельсиновый сок, нам нужен с вами грейпфрутовый сок, нам нужен с вами лимонный сок. Лимонный сок, видимо, нужно будет готовить нам самим. Такое не продается. Значит, количество. Нам нужно с вами на два дня два литра смеси этих соков. 200-400 грамм апельсинового на один день, 400 грамм грейпфрутового на один день и 200 грамм лимонного сока на один день. Ну, что касается других каких-то особенностей, я расскажу в следующей передаче. Мы это с вами сделаем в следующую субботу. До субботы, я надеюсь, вы начнете, наконец, принимать чистую воду. Да, вот в том режиме, о котором я вам сказал. Всего вам доброго, до свидания, здоровья вам.